Приветствую всех на своем канале. В этом видео хочу поделиться и сделать обзор покупки, которые я делала на сайте Prom.ua. Заказывала я глину по разной ценовой категории. Есть очень дешевая по 28 гривен и дороже. Глина для лепки разного предназначения и от разного производителя. Начну я в этом видео делать обзор с глины, которая по низкой цене по 28 гривен. Я уже посылочку открыла и в этой посылочке я еще заказывала цветные карандаши. Хочу тоже попробовать вспомнить все. Рисовала цветными карандашами только в детстве. Сейчас я в основном рисую красками, акриловыми и масляными. Хочу же пробовать также цветными карандашами. Так, вот тут у меня 3 глины за 28 гривен. Вот одна синего цвета. Вторая. Даже на ощупь чувствуется, что это мягче глина. Тут 500 грамм. И третья. Тоже очень мягенькая такая, хорошенькая. 250 грамм. Вот я буду сейчас их открывать и смотреть, какие они, что с них можно слепить. И начну я с самой первой. Вот я его открыла. Он очень твердый, очень твердый. И у меня есть такое подозрение, что срок годности его давно вышел. И упаковочка такая, знаете, детская, как бы для детей что ли. Сейчас посмотрим. Этот кусок я уже отрывала. Если вы видите, вот что с ним творится. Он как-то крышится. Он негладкий. Есть такие микротрещины, которые очень хорошо видны. Руки чуть-чуть пачкаются, вот синего цвета становятся. Я не знаю даже, что можно из этого слепить. Но вот, говорю, создается такое ощущение, что его давным-давно срок годности вышел. И он просто тут не кокейшен. Я не знаю, что с него можно слепить. Сейчас попробую отрезать больше кусок. Ой, боже мой. Так. Очень твердая, очень твердая. Очень плохо поддаётся лепке. Нужно максимально усилия прикладывать, чтобы его вот так вот разминать в руках. Я не знаю, что из этого можно слепить. Конечно, извиняюсь, но, по-моему, из этого... Он даже крышится так. Из этого даже, извиняюсь за выражение, какашку не слепишь. Хотя, все сильно постараться. Так, сейчас я попробую смочить его, что ли. Может, мокрыми пальцами будет удобнее его. Я смочила пальцы. И если вот мокрыми пальцами так проводить, то можно поверхность тут немного сгладить. Видите, она становится тогда более гладкой. И это уже радует. Но всё равно, что... Я не знаю. Сейчас. Ещё постараюсь. Сейчас буду его сбрызгивать водой. И проводить эксперименты. Вот вот такие красивые синие ручки становятся. Прямо красота какая. Навряд ли можно такое детям давать. Вот что, вот как вообще, что из этого можно слепить. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Потому что я не догадываюсь, что можно из этого сделать. Очень трудно поддаётся. Да уж. Вот видите, как оно разрывается во всех местах. Те трещины. Вот что это такое? Руки синие. Точно какое-то границу. Разрывается во всех местах. Вот. Так. Ничего не напоминает? Вот это всё, что я могла слепить из этой глины. И то с приложениями усилий. Так что, если вы хотите, чтобы эта глина у вас была по всей квартире, чтобы у вас ребёнок был с накачанными пальцами, синими руками, то можете купить для своего ребёнка. Пока я не знаю, что из этого можно сделать. Пока мне получился вот такой вот кувелдик. Я его оставлю высыхать. И посмотрим, что он будет собой представлять, когда высохнет. Не рассыпется ли этот кувелдик после высыхания. Да. Вот такой был тест-драйв этой глины. Не пошёл. Ну что, с какой начать следующей глины? С каракотовой или с белой? Сейчас я помою руки и начну с каракотового цвета. Вот я открыла каракотовую. Она уже какая-то мокренькая. Уже, вот, смотрите, даже мокрые руки. Выступает влага. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Так, сейчас попробую оторвать кусочек. Фу, я кася, она такая мокренькая. Вот. Отрывается так. Я, конечно, извиняюсь, не каракотовая, а терракотовая. Уж сильно слово это кому-то не прилиплось. Довольно-таки мягенькая. Руки пачкает, как видно. Но из этого уже можно что-то слепить, оно не крышится. Если смочить пальцы и проводить по глине, то можно сделать идеально гладкую поверхность. То есть из этой глины как раз можно что-то слепить. Если какую-то лепить фигуру, то обязательно нужно сделать сначала каркас или скелет этой фигуры. Так как и самой вот этой глины, она очень мягкая и, скорее всего, форма не будет держаться. Что из нее слепить в первую очередь, я еще не знаю, но я подумаю. Ну и, естественно, я что-то буду делать из нее. Буду лепить. Потому что вижу, что можно с нее что-то слепить. Хорошо очень прилипает к рукам. Прямо слой глины остается на пальцах. Ну, по крайней мере, она, смотрите, какая пластичная. То есть с нее реально что-то можно слепить. Хорошо. Возвращаю ее назад в упаковку. Хорошенькая, мягенькая. Так. Можно что-то слепить. Обязательно сниму видео, что я буду из этой глины лепить. Какая фигурка получится. Так. Ну что, сейчас я ее хорошенько замотаю, упакую и приступлю к обзору белой глины. И, как видите, белая глина того же производителя, что и каракотовой. То есть я надеюсь, она будет хотя бы примерно такой, а может и лучше. Сейчас я распакую. Тоже мягенькая. Не такая влажная, как была предыдущая. Тут видно, что очень такой хороший белый цвет на упаковке. Сейчас она такая более темного, но, думаю, при высыхании она тоже обретает идеально белый цвет. Оторву небольшой кусочек, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Так. Так. Это уже не так прилипает к рукам. Пластичная. Тоже есть такие маленькие микротрещинки, но я думаю, что если намочить палец и вот так вот погладить, то тоже мы добиваемся таким образом идеально гладкую поверхность. Замечательно. А, хорошенькая глина. Вот с этой реально что-то лепить. Ну, просто замечательно. Мне это очень понравилось. Эта глина 500 грамм. Ее в упаковке она дороже в два раза. То есть если предыдущие стоили 250 грамм по 28 гривен 25 копеек, то это стоит 47 гривен. 10 копеек. Но она идеальная. Да, руки пачкаются, но не так, как от синей и не так, как от каракотовой. И при высыхании ее можно красить в любой цвет. Превосходно. Боже. Вот эта очень класснючая. Мне очень понравилась. Я довольна этой глиной. Если помните, у меня есть видео, как слепить винтажного снеговика из массы самодельной. Вот я сейчас попробую из этой глины сделать ему шарфик. Вот я такую колбаску сделала. И давай сюда прилепливать этот... Короче, мастерить шарфик ему. Так как я думала, что снеговик у меня будет без шарфика, но идеально, чтобы он был с шарфиком. И из этой глины я вот сделаю ему, пожалуй, шарф. И посмотрим, как высохнет, не отпадет ли эта глина от нашей массы. Сейчас я поставлю видео на паузу. Хе-хей. И теперь у моего снеговичка есть шарф. Теперь ему не будет холодно в горлышко. И когда высохнет все, теперь я смогу смело разукрасить свой снеговик. Да, осталось ему только сделать носик. И все. И снеговик. И снеговик весне будет готов. Так. Ну, этой глине я могу поставить твердую пятерку. Мне она очень нравится. Хорошая. Супер. Этой я могу поставить... Что я могу поставить? Двоечку. Кол. Не знаю. Недовольна. Разочаровалась. Если вы увидите, в общем, такую упаковку. Папер Клай. Папер Клай. Я бы хорошенько подумала, нужно ли вам ее покупать. Я не знаю. Может, срок годности действительно вышел. И поэтому оно в таком состоянии ко мне доехало. А может, она так и задумана изначально, что именно такая она должна быть твердая, рыхлая, рассыпаться, мазаться. И ничего с ней невозможно слепить. Может, какие-то дырки затыкать разве что. Я не знаю. Так. В чем же лучше хранить эту глину? Естественно, в такой вот упаковке хорошенько запаковывать, чтобы не было воздуха. Чтобы она у вас не высохла. Можно также перемотать ее в пищевую еще пленку. Для более надежного хранения. И, я думаю, в таких вот боксах. То есть, замотать ее хорошенько. И складывать в такие боксы. И все. И там хранить. Тут у меня уже хранится самодельная масса. И можно еще хранить вот такую глину там. С глиной, в принципе, разобрались. Подытожим. Синий. Вы сами понимаете, что можно из нее слепить. Что можно слепить с каракотовой и белой. Я думаю, любую фигурку. А предварительно сделать каркас или скелет фигуре. Вот что сегодня я сделала. Это шарфик для своего снеговика. Дальше я планирую делать разные фигурки. Статуэтки. И домики. Ну и все, что в голову завредет мне. Теперь вернусь к этой посылке. И там у меня были карандаши. 36 цветных карандаша. Я уже их тоже протестировала. У меня будет отдельное видео на канале. Возможно, пока вы смотрите это видео. У меня уже на канале появилось. Видео обзор цветных карандашей. Насыщенность. Да. И как они вообще на бумаге себя ведут. Что я уже нарисовала этими карандашами. Это павлиный глаз. То есть перо павлина. Такие они мне получились. И также, я думаю, что уже есть на моем канале это видео. Вы можете посмотреть, как я рисовала эти пердышки. Как я говорила в детстве. Ну, красиво. Карандашами я тоже довольна. На этом все. Если вам было это видео полезно, интересно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Так как дальше впереди нас ожидает еще очень-очень-очень много интересного. Творческого. Разных подделков. Рисунки. И так далее. До новых встреч. Всего вам наилучшего. Позитивного. Вдохновения. И увидимся. Пока-пока.